В 1986 году на Краснозоринской земле появилась Катюша. Мемориал установлен маршалом Куликовым в память о войнах 4-го гвардейского полка. Памятник стоит у деревни Карасевка. В декабре 1941 года около села Верхняя Любовша подбитая Катюша чуть было не досталась врагу, но оказалась спасенной. Правда, ценой жизни капитана Владимира Соломина. Катюша русской нашей, родившейся в бою, букетик из ромашек я тихо подарю. В торжественной атмосфере глава региона передал удостоверение к орденам Красной Звезды и Красного Знамени в именной музее капитана Владимира Соломина. Мне глава рассказал, что несмотря на то, что такие победы были совершены, не были вручены. И только благодаря работе района, обращению министерства обороны, пускай сегодня, но награду на сочный герой. Это мероприятие стало частью рабочей поездки губернатора Орловской области Вадима Потомского в рамках пребывания в Краснозоринском районе. В местной приемной главы региона Вадим Потомский встретился с жителями райцентра. Я вот сейчас прошу всего лишь полтора километра дороги до усадьбы центральной. Почему именно этот участок прошу? Потому что полтора километра считается федеральной дорогой. Что здесь на сочный походу? Парламент в этом году сделан, и остальное сделано в следующем году. А смысл расставить 500 метров? Вводите команду. Делайте в этом году. На таких личных приемах вопросы стараются урегулировать прямо на месте. Строительство и ремонт дорог – вопрос, пожалуй, самый наболевший у жителей не только Краснозоринского района. Нам вообще надо эту программу по этим впрещению делать, и в следующий год сформулировать как можно больше именно на сельскую территорию. И, прежде всего, школьный маршрут. Это для нас основное. Потому что можно все что угодно там рассказывать. Потому что мы, например, вот я знаю, выполнили определенную программу, точнее, сейчас все довыполняем, к сожалению. Они выполнили в прошлом году по ряду сельских дорог, две сельские дороги, которые могли бы быть и в 20-м году. Мы куда-то построим, а пользу никто им не пользуется. То есть мы просто получим счет выбрасываем деньги. То есть нет той нагрузки на дорогу, которая есть вот у вас, по шоу. Ольга Сабаева обратилась в приемную губернатора в Краснозоринском районе с вопросом, касающимся транспортировки больной мамы. Скорая сразу пришла, но скорая пришла. Старая машина пришла. Пазик. Или УАЗик. УАЗик, да. Пазик, как у нас. Уханка. Уханка, да. Приехала, значит, фельдшер, все оказала на помощь. Погрузили маму в эту буханку и повезли. Представляется, в Ливене. Кроме того, в Ливенской ЦРБ, по словам женщины, пришлось потратиться на лекарства. Не было даже самого необходимого. Но возмутило женщину обращение к пожилой пациентке из палаты интенсивной терапии, больную с инсультом, почти сразу перевели в общую. Губернатор Орловской области тут же спросил со своего заместителя Андрея Усикова. Проблема по лекарственному обеспечению тел, которые не идеализны и больны. А вот чтобы оказать первую лимитарную помощь, когда у человека инсульт, и они знают, что максимум есть 2-3 часа, потом человек теряется. И вот 80 лет на момент... Ну, это какой-то, Андрей Иванович, это какой-то, извините меня, издевательство. И причем, получается, в двух. Здесь не берут, везут в Ливны. В Ливнах приходят в спортивную костюм и сразу говорят, у нас лекарственные. Тамару Дмитриевну отвезли в Ливинскую ЦРБ, потому что, вот о чем говорит ее дочь, при предварительном осмотре был поставлен диагноз инсульт. К сожалению, для более точного осмотра в Краснозоринской больнице, а это прибор либо МРТ, либо КТ, данного прибора не существует. Поэтому для того, чтобы провести более качественное обследование, данную пациентку отправили в Ливны. Очень много жалоб на полицию. Сейчас встречался и Свердловский район ЦРБ, тоже самая картина происходит. Люди жалуются на главного врача. По два водителя имеют. Живут, как я не знаю, в короли джунглей каких-то там, себе обеспечили все. Поэтому их с корнем не вырвать, этих покупки лекарственных препаратов. Все сидят и требуют просто все делать для того, чтобы они сами занимались покупкой лекарств. У нас лет лекарств? Как нет? Мы миллиарды на это выделяем. Миллиарды! Первый раз я встречалась, он меня услышал. Он меня услышал, я надеюсь. И я надеюсь, что и по больнице будет помощь, и по коммуналке он обещал тоже нам помочь. Обращения граждан продолжились уже в местном Доме культуры. Здесь главу региона ждал актив Краснозоринского района. Вопросов, что называется, как вам у нас, не было. Сразу перешли к наболевшим. Все касались жизни района. Этой школьной учебники и необходимость создания в районе полноценного музея, который пока вообще не имеет помещения, а находится в здании при школе. Снова звучал вопрос по строительству дороги. По автотрассе, на которой отсутствует освещение и тротуар протяженностью полтора километра, который пролегает от поселка Красная Заря до села Измалкова, пролегающая, где проходит деревня Думаевка и близлежащие села. Это село Росошное, село Воренёка и деревня Бегичево. Об актуальности объединения нескольких сельских поселений в одно спросила одна из местных жительниц. Губернатор ответил, Орловская область не торопится пока с решением этого вопроса. Хотели приступить еще в 2015 году, но столкнулись с тем, что для того, чтобы как минимум объединять сельские поселения, нужны их четкие координаты. Чтобы эти четкие координаты появились, нужно нанимать очень серьезные организации, которых, к сожалению, в Орловской области нет. Это очень дорогое удовольствие. Очень дорогое удовольствие. Потому что без этих координат начинаются споры. По кадастрам, по принадлежности земельных участков, особенно то, что касается земель сельхозназначения. Каждый начинает претендовать на свою историю. Возникают споры. Эти споры, естественно, начнут выясняться в суде. И мы вместо того, чтобы навести порядок, придем к бурдаку. Некоторые жители района на встречу с губернатором пришли просто, чтобы выразить слова благодарности. Спасибо вам огромное за вашу дружную, сплоченную команду. За то, что власть сократила дистанцию между собой и людьми до очень короткого размера. Спасибо за то, что не сбиваются графики приема граждан, замами вашими, начальниками департаментов. Начиная с вас, все знают проблемы изнутри. Ваш живой стиль работы не может не импонировать нам. Вы изучаете проблемы не из окна кабинета, не рядом с белым домом. Вы едете в Голубинку. Сегодня ваша встреча очень символична. Вы встречались с малышами, с детьми, вы встречались с ветеранами. Сегодня вы пошли на открытый диалог вот с этим залом, с представителями нашего Краснозорецкого района. Хочу обратиться от лица родителей за доброе и чуткое отношение, наверное, к самым нашим маленьким жителям района, к нашим малышам, а именно за открытие нового детского сада. То, что было мечтой, наверное, я могу сказать, что мы в сегодняшний день стали реальностью. И мы видим перед собой результат долгой крепоты его работы. Мы прекрасно знаем, что без вашего участия мы бы не получили то, что имеем. Вы не только на словах, но и на деле доказали, что умеете держать слово, выполнять свои обещания. Кстати, напомним, что открытие нового детского сада в Краснозоринском районе состоялось в ноябре 2016 года. А до этого малыши ютились в прямом смысле этого слова в пяти отдельных помещениях, не приспособленных для занятий. Дети настолько были рады новому садику, что для гостей, приехавших его открывать, приготовили целое представление. Тем более, что объект чуть не стал долгостроем. Выделенных на строительство сада 34 миллионов рублей изначально не хватало. Но в итоге район получил новый объект. Широкими светлыми коридорами, тремя медицинскими кабинетами, оснащенными по последним требованиям СанПИНа. 26 июля 2017 года то, что построили, увидел губернатор Орловской области Вадим Потомский. Двухэтажный детский сад сегодня посещает четыре десятка малышей. Только некоторые из них встречали главного дядю региона с караваем в руках. Два года назад вы подарили нам замечательный детский сад и открыли нам чудесным ключом. Вы не мне, вы президенту говорите спасибо. Я-то просто исполняю. Ну вы, как вы, это программа президенту. Он все сделал, дал команду. Мы ее выполнили. И так дальше будет. Дети, вы рады своему новому детскому саду? Да. По соседству с детским садом мальчишки и девчонки постарше играют в футбол. Поле с искусственным покрытием в каждый район. Часть работы по сохранению здорового образа жизни подрастающего поколения. Тоже задача, поставленная президентом для всех регионов. Уже опробовали. И в этом году играли. Здесь вот ставится сетка, натягивается волейбольная красная. Сейчас ребята думают продлить здесь теннис. И получается теннис, да? Волейбол, теннис, мини-футбол, хоккей. Новый детский сад оказался не единственным объектом в программе рабочей поездки губернатора Орловской области Вадима Потомского в Краснозоринский район. Малиновская школа, та, что горела, была за считанные месяцы восстановлена. Было это в 2016 году. Пришлось приложить максимум усилий. Зато после ремонта в школе появились пищеблок и столовая. Косметический ремонт делался, поддерживался. Но вот таких вот удобств здесь не было никогда. Одновременно кормить завтраком здесь усаживают 90 ребятишек, рассказали губернатору. Как луч света в поселке церковь Вознесения Господня. Ее видно из окна Малиновской школы. Губернатор, как человек глубоко верующий, заглянул и сюда. В работе главы региона график расписан буквально по часам. А потому в этой программе визитов в Краснозоринский район, который считается одним из самых отдаленных, были не только объекты социальной сферы, но и животноводческий комплекс. Впечатлили делегацию гостей бычки сементальской породы. Крупные, упитанные, но не перекормленные, отметил глава региона. Это граница Липецкой области. Поэтому восточные рубежи надежно прикрыты такими быками.